Возвращаемся в студию микрофона Михаила Хазина, я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Слушаю только вас по радио, что нет идей. Но идеи-то есть все-таки, и у вас есть. Я вот читала у вас красный проект, прекрасную статью, да. Есть идеи у других экономистов, но в сфере, например, Вернадского, понимаете, но ведь их не допускают ни на радио, ни на телевидении. Хорошо, еще есть вот левопатриотические газеты и сайты. А так вот, как им пробиться, понимаете, идеи есть, и я уверена, что они пробились, но нету, блокировка идет, понимаете, вот такие у нас. Я все прекрасно понимаю, что идет блокировка, но нужно понимать, на самом деле правильная постановка вопроса со стороны власти имущих состоит не в том, что они хотят сделать так, чтобы всем было лучше. Они хотят, чтобы всем было лучше при условии, что они останутся у власти. Вот это самая главная вещь. Вот до тех пор, пока они хотят остаться у власти, нужно понимать, лучше не будет. Здравствуйте, слушаю вас. Хочется узнать, как вы считаете, стоит вот сейчас взять ипотеку или стоит подождать какое-то время? Это вопрос, на которого абсолютного ответа не существует. Это зависит от того, какие у вас доходы, это зависит от того, какое у вас семейное положение и много еще от чего. То есть, иными словами, это нужно разбираться очень подробно и очень тщательно. Ну, в общем, основной вопрос, который при этом возникает, это гарантия того, что вы в состоянии будете оплатить ипотечные платежи и по возможности выплачивать их быстрее срока для того, чтобы не стать жертвой такого вот банального вымогательства, при котором вы выплачиваете денег в разы больше, чем стоит жилье. Здравствуйте, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз относительно фондового рынка США, что он от полугода до полутора лет рухнет, обвалится, он аналогичен вашему прогнозу 2000 года относительно долларовой пирамиды в США и во всем мире? Вы тогда прогнозировали в ближайший год? Нет, я не прогнозировал в ближайший год. Я говорил о том, что доллар будет снижаться. Он и снизился примерно в два с лишним раза, на самом деле даже больше, если смотреть по покупательной способности. Если вы внимательно читали нашу книгу 2003 года, там написано же четко и внятно, что книга называется «Закат империи доллара». Речь же идет не о том, что исчезнет доллар. Речь идет о том, что будет разрушаться мировая финансовая система, построенная на долларе. Этот процесс идет, его уже видно невооруженным глазом. А быстро такие вещи не делаются. Летом 2000 года мы писали только о том, что очень вероятно, что этот процесс резко ускорится осенью 2000 года в ноябре. Но на самом деле именно осенью Соединенные Штаты Америки начали резко менять правила игры на фондовом рынке. В частности, они отменили пресловутый закон Глаза-Стигала, о котором сегодня столько говорится в мире, в частности, Ля Руш. Так что в этом смысле аналогии никакой нет. Что касается фондового рынка, то это вообще не мой прогноз. Я не занимаюсь фондовыми рынками, мне не интересны финансовые спекуляции. Я понимаю долгосрочные прогнозы, основанные на фундаментальных причинах. Спекуляция — это не ко мне, но есть люди, которые этим занимаются профессионально. Я как бы наиболее серьезно отношусь к двум из них. Сергею Гишьянцу и Степану Димури. Вот им я верю. Поэтому тот прогноз, который касается фондового рынка, это в основном основан на их мнении и на их оценке ситуации. Здравствуйте, слушаю вас. Будут ли у нас, благодаря Набиолиной, длинные дешевые деньги в экономике? И что там по поводу базиса 3? Там она вроде как его отодвинула. Чего она отодвинула? Принятие базис 3, то есть ужесточение банковской политики. Ну, принять базис 3 мы не можем, потому что у нас финансовое положение банковской системы плохое. То есть, может быть, и есть несколько банков, которые выдержат, но все остальные начнут сыпаться сразу же. Поэтому с базисом проблемы. Но это изначально понятно, это и у мировых банков тоже. То есть, можно, конечно, принять базис 3, но тогда будет ситуация аналогичная с финансовым положением города Майами. То есть, главное спрятать поглубже. Что касается длинных и дешевых денег, понимаете, Набиолина либерал. У нее центр силы в Вашингтоне. Я не уверен, что в Вашингтоне дадут ей команду делать в России длинные деньги. То, что это не нравится Путину, я думаю, что и в Вашингтоне, и лично Набиолине наплевать. Нет, она, конечно, будет строго, как бы, формально исполнять те прямые указания, которые она будет получать из Кремля. Вопрос только в том, кто ей в Кремле четко и внятно скажет, что делать. Вот, ну, вот и все, собственно. Здравствуйте, слушаю вас. Еще раз. Я понял. Значит, вообще я думаю, что тема частных уроков, причем даже не для студентов или абитуриентов, а для школьников, будет все более и более актуальна. Система образования у нас развалена полностью, из школы выходят полные дебилы. Сегодняшний уровень образования выпускника школы соответствует уже даже не восьмому классу советской школы, а скорее еще более раннему, потому что именно в старших классах там, как бы, начинали давать не просто фундаментальные знания, а системные знания. А сегодня системных знаний у школьников нету вообще. Я уже рассказывал как-то, что меня потрясло. Я рассказывал про экономическую ситуацию, как в мире, как возникал капитализм и в некоторый момент сослался на реформацию и Мартина Лютера. После чего спросил студентов, присутствующих в зале, это было еще раз повторяю в городе Кирове, кто из них знает, кто такой Мартин Лютер. Из присутствующих только один вспомнил Мартина Лютера Кинга. Все остальные ничего про это не слышали. При том, что присутствующие в зале преподаватели других дисциплин, не экономических, получивших еще советское образование, естественно, про Мартина Лютера знали все. Так что я думаю, что тема такого частного, частной подготовки школьников вполне имеет место. Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот я слежу за вашим выступлением. Вы говорили, что надо начинать политическую жизнь. Вот почему бы вам, Хазину, Делягину, ну, не начать совместную политическую деятельность? Очень много людей следит. Значит, нужно понимать, что любая политическая деятельность, она осмыслена в том случае, если имеется некоторая политическая среда. Сегодня наше общество на самом деле к политической деятельности не готово. Политические партии, которые отражают, ну, как бы, некоторую конструктивную линию, сегодня не смогут пробиться. Мы видим сегодня, что все попытки сделать некоторые псевдополитические проекты, ну, вот типа Навального, они заканчиваются, в общем-то, достаточно мрачно. Тем более не получится сделать его более-менее институциональным. Можно стать оппозиционером. Я, на самом деле, критикую коррупцию, ну, может быть, не столь часто, как там Навальный или некоторые другие персонажи, но достаточно часто. А уж если говорить о борьбе с коррупцией, то это как бы вещь, которой я занимался очень давно, в общем, и даже в некотором смысле пострадал. С точки зрения Навального и его друзей пострадал сильнее, потому что я был лишен на 10 лет самого главного с их либеральной точки зрения права человека. Я был невыездной. Мне с 98 по 2007 год не выдавали загранпаспорт. Кстати, абсолютно незаконно. Но это, впрочем, не имеет никакого значения сегодня. Важно то, что пытаться сделать себе имя на критики и воровства не проблема. Хотя и тут нужно, в общем, вести себя аккуратно. Обратите внимание, Навальный не критикует ни Чубайса с его, значит, шайкой, ни приватизацию, ни Сколково. Он критикует исключительно членов кооператива «Озеро». Ну, в этом смысле абсолютно очевидно, что это не борьба с коррупцией в стране, а борьба одной политической группировки с другой политической группировки, что мне страшно не нравится. Ну, впрочем, поскольку я знаю происхождение этого господина, то это меня не очень удивляет. Но дело не в этом. А дело в том, что если вы хотите сегодня заниматься, называется, культурно-политической оппозицией, то есть создавать партию, еще чего-то, то пока не получится. И законодательство, и все остальное так устроено, что создать реальную оппозиционную партию невозможно. Это просто не дадут или это потребует запредельных денег. Ну, например, как бы сделать региональные отделения партии, теоретически можно даже найти людей и сторонников. В конце концов, сделали же мы профсоюз, который работает по всей стране. Но все дело в том, что профсоюз не нужно регистрировать. А политическую партию нужно не просто регистрировать, а еще при этом сдавать какой-то колоссальный объем документов. И вот ведение и создание всей этой бухгалтерии, оно требует довольно значительных средств, которых непонятно откуда взять. Собственно, потому все партии и ручные, потому что все деньги на политику в нашей стране, ну, собственно, в любой стране, они происходят из двух источников. Это либо деньги национальных правительств, то есть, иными словами, Кремля. Или это деньги внешних сил, то есть, там, Госдепа США, значит, каких-нибудь там Брюсселя или еще кого-нибудь. То есть, иными словами, в рамках сегодняшней ситуации это работа против России. Я не хочу работать против России. В Кремле мне никто денег никогда не даст. В силу старой истории, там до сих пор помнят, как я боролся с коррупцией, им это не нравится. По этой причине сделать партию, я могу, как бы, участвовать в политической деятельности конструктивно, я могу только в одном случае. Если ситуация политическая очень сильно расшатается, то есть, она будет, примерно, такая, как была в СССР году в 89-м. Вот тогда это будет осмыслено. А сегодня это еще неконструктивно. У меня были мысли где-то год-полтора тому назад, что Путин решится, пытаться выйти в политическое поле. То есть, политизировать своих противников и бороться с ними на политическом поле. Однако, этого не произошло. Я склонен считать, что это сам Путин к этому не готов. Он, в общем, внутренне не политик, и к этому не готовы все его окружение, которые тоже не политики, а скорее такие администраторы. Причем, как показывает вся эта история с делом Навального, не очень умные. Таким образом, вот этот вот вариант, который я вполне рассматривал, он не сработал. Поэтому мне кажется, что сегодня еще рано. Здравствуйте, слушаю вас. А вот если очень много людей окажется не в состоянии выплачивать ипотеки, чисто физически, то государство на это как-то среагирует? Или вообще, что это будет? Потому что у нас все-таки в основном молодежь берет ипотеки, у которых дети рождаются, и их как из квартиры так просто не выселишь? Ну, во-первых, в нашей ситуации их выселить ничего не стоит. Это делается просто силовым способом. А если у молодежи денег нет, то она даже в суд продать не сможет. Ну, и потом там на местном уровне, господи, да в чем проблема, да? К молодой мамашке в подъезде подходит какой-нибудь упырь и говорит, если ты, сука, что-нибудь сделаешь, то про ребенка забудь. Кроме того, вы еще не забудьте, у нашей власти есть еще такой замечательный инструмент, как ювенальная инвестиция, именуемая в нашей стране скромно-социальный патронаж. Придет к вам, придет к вам такие люди, скажет, ай-яй-яй, как же так, смотрите, какой у вас симпатичный ребеночек, а денег у вас нету на то, чтобы платить ипотеку. Значит, вы ребеночка воспитывать не можете, давайте-ка мы у вас его отберем и продадим на органы. И отберут. Ну, как бы, чего уж. Примеров уже масса. Еще пока это не стало явлением общим, но, тем не менее, это очень серьезная опасность. Возвращаемся в студию, еще несколько слов я скажу, но, отвечая на предыдущий вопрос, не очень понятно, что будет делать государство, когда неплатежи по ипотеке станут массовыми. Экономический спад уже начался, мы уже это обсуждали. Я думаю, что осенью уже в некоторых регионах, может быть, в некоторых городах это станет актуально. Я склонен считать, что тут государству придется что-то решать, кроме того, у меня есть подозрение, что если хоть где-то народ выйдет на улицы, то с федерального центра начнут наезжать очень сильно. Поскольку прецеденты посадок губернаторов у нас уже есть, а мэров так просто, это уже не то, чтобы поставили на поток, но, в общем, достаточно активно, то мэрам будет сказано, если вы не решите этот вопрос, если вы не найдете деньги, то, соответственно, будут неприятности. Откуда деньги? Ну, воруйте меньше. Например, постановка опроса будет такая. Я, правда, не очень понимаю, как наши современные чиновники могут воровать меньше, но, может, угроза посадок их как-то напугает.